я надеваю очки позволяющим не видеть дополненную реальность вставляю в уши капельки амбушюр своих наушников и выбираю кем я буду сегодня какую миссию буду выполнять и какие результаты мне необходимо получить на сегодняшней тренировке начиная от скорости бега количество разных ускорений расстояние частоты пульса причем как холостой так и рабочий пиковых зон частоты сердечных сокращений вы понимаете артериальное давление нажимаю кнопку создания программы искусственный интеллект выстраивает мне маршрут с учетом анализа google карт окружающей местности хотя может я захочу побегать по кругу стадиона не проблема ландшафт будет попроще в самой программе местность поровнее но процессор дополненной реальности создаст мне иллюзию смены локаций они будут появляться какие-то здания железные дороги деревья то есть все остальное еще мне придется взаимодействовать в процессе миссии которую я выбрал и вот все готово я нажимаю кнопку старта и устремляюсь вперед голос проводника виртуального тренера ведет меня от одного чекпоинта к другому я могу бежать по улицам любых городов разных стран мира например по парижу прямо по элисейским полям в сторону парка тюлери к лувру или по монгольской степи с барсом рядом или через джунгли амазонки перепрыгивать через корни деревьев поваленные стволы подныривая под связающие свисающие лианы стволы деревьев какие-то попадающие на встречу мне а в другой раз я становлюсь межпланетным исследователем изучающим чужую планету полную разных опасностей мне приходится ускоряться убегая от диких животных или недружелюбных туземцев такие тоже могут быть как в туманности атомандромеды эти медузы и что-то такое бегом уходить под гору от схода лавины я вот в огромном каком-то мегаполисе я вдруг оказался не в то время не в том месте и теперь все зависит от того как я сумею воспользоваться советами невидимого навигатора пославшего меня на спецзадание и интерактивной карте города уйти от погони мне нужно от преступников или даже полиции ну по разные варианты могут быть вовремя успеть к месту где мне удастся найти улики которые позволят мне избежать дальнейших проблем все это тем интереснее что программа подразумевает полный интерактив например мне не удалось уйти от от погони я не сумел в соответствии с заданием этой тренировочной программы держать определенный ритм бега на протяжении нужного времени и меня поймали по игре по этой ну по программе алгоритм тренировочной программы мгновенно произведет ее корректировку и вот я уже сижу на земле прислонившись спиной к дереву и на меня направлен ствол пистолета эта программа дает мне возможность восстановить силы делая такой сценарий причем это длится ровно столько чтобы мой пульс пришел в рабочее состояние за этим тоже следит программа и вот он мой шанс охранник замешкался немного отвлекся потерял бдительность для меня это сигнал я мгновенно вскакиваю на ноги и делаю ускорение на 200 метров мой тучный надсмотрчик пытается меня догнать но куда ему я выбегаю за город и вот уже я бегу по краю леса но что это шум лопастей вертолета и я резко ныряю в лес и прижимаюсь к стволу дерева вдруг не заметили ты дух можно перевести вдруг я слышу свист разрезаемого воздуха и резкое жужжание это миниатюрные дрон разведчики я обнаружен снова срываюсь с места и стримглав мучусь через лес диспетчер сообщает мне по рации что осталось совсем немного я должен ускориться если хочу остаться цел я должен постараться я выжимаю последние силы на пределе более выбегаю на пушку леса где меня дожидается небольшой спортивный самолет с пилотом эвакуатором миссия выполнена я думаю как бы сложилась сам ситуация если бы не удалось добежать до самолета вовремя не буду проверять это в следующий раз когда побегу а завтра я побегу по элисейским полям как я говорил в сторону парка тюрика лувру а гид расскажет мне по окружающие достопримечательности ну как вам такое думаете это что-то из фантастического романа я зачитал нет может пока это и выглядит таким образом но по сути на настоящий момент существуют уже все технологии которые позволяют это воспроизвести они могут потянуть такой интерактив а это значит что появление чего-то подобного это дело вообще недалекого будущего а что же навеяло мне такие фантазии но на самом деле одна очень простая вещь а именно музыкальное сопровождение story run в мобильном приложении рантастик adidas или рантастик ран жаль что это не реклама то есть я от этого ничего не получу но может быть adidas присмотрится я ведь все так просто это над описываю голосом в наушниках и ведет меня рисуете картину а музыка изменяет ритм дополняет с реальность этого этого повествования то есть она позволяет ускоряться замедляться выдерживает ритм выбранной смотри тренировки а в это время идет какое-то сопровождение то есть описание окружающей действительности да это просто звуковая дорожка а все остальное делать моя фантазия а после тренировки можно оценить насколько эффективно я был насколько эффективен я был расстояние скорость пульс и так далее так чем же я так восхитился да вот именно что такой незамысловатый способ позволил мне увеличить многие показатели на несколько десятков с процентов несколько десятков понимаете я сравнил аналогичные показатели предыдущих беговых тренировок своих которые аналогичны по времени и по дистанции и вот эта программа она простимулировала мою фантазию нарисовала мне ту концепцию с тренировочных программ которые скоро могут появиться а вы как считаете появятся ли такие программы доступны ли они будут и как долго ждать появление их на рынке на массовом а вообще хочу сказать что именно не виртуальная реальность в этом плане нужно а именно дополненная то есть виртуальная реальность она полностью изменяет ту локацию то место вообще все что вокруг есть а дополненная реальность вы живете в том мире в котором вы находитесь то есть это ваш окружающий мир я говорю он может абсолютно полностью привязан быть к google картам той местности где вы есть просто будут дополняться какие-то значит объекты какие-то дополнительные здания для например вы забегаете в какой-то заброшенный дом и вам голографические ну и виртуально выстраивается какой-то стол на нем компьютер вы должны как в квесте сделать какую-то миссию решить какую-то задачу пока у вас восстанавливается пульс условно говоря я конечно понимаю что это очень дает большие возможности для игровой индустрии вот вспомните как играли покемон го я не играл но я просто представляю как это такое то есть в реальном мире дайте покемоны здесь в реальном мире вы выполнять какие-то сам задачи но игровая тема это да понимаете есть такая штука называется и геймификация геймификация вообще процессов каких-то бизнес-процессов еще каких-то такой-то тренировки тоже подвержены геймификации и вот здесь это сыграет огромную роль заинтересованность и вовлеченность и эмоциональный контекст в ситуации однозначно позволяет увеличивать качество тренировки и результаты мы сами прекрасно понимаете кто занимается бегом если вы и бежите под музыку под ритмичную под забойную или которая увеличивает свой темп вы в этот момент получаете всплеск какой-то адреналина дополнительно выброс эндорфинов и можете дать гораздо больше показателей занимаетесь ли вы кросс фитом происходит то же самое так это только музыка понимаете а тут еще не только аудио влиять будет но еще и визуальный контекст и контент ну вот давайте поговорим об этом обсудим это в комментариях до встречи